Добрый день, друзья! Пришло время делиться новогодними сюрпризами. И это коробка с подарками, но они не для меня и не для вас. А для кого же тогда спросит проницательный зритель? А я, если честно, до конца и сам не знаю. Но чтобы в этом разобраться и объяснить вам, мне в этом поможет Пикабу и Википедия. А начнем немного с истории про тайного Санту или же Secret Santa по-английски. Как-то собралась группа людей и решили разделить они подарки друг на друга, но не знали каким лучшим способом это сделать. Поэтому каждый выписал на бумажку имя другого человека, все собрали в шляпу или коробку и потом каждый по очереди начал тянуть эту бумажку. Так у дарящего было имя одаримого человека и он мог не задумываться с тем, кому же нужно дарить подарок. Эта традиция всем очень понравилась и так она пошла в народ, тем самым распространяясь не только в США и других близлежащих странах. Но сейчас настало время интернета и по всему миру начала проводиться акция секретного Санты. И Россия не исключение, поэтому они придумали свои аналоги под названием «Анонимный Дед Мороз». Эта акция проводится на сайте Хабра, Пикабу и некоторых других. Я же зарегистрировался на Пикабушном Деду Морозе и сейчас расскажу немного о правилах. Для начала, на сайте анонимного Деда Мороза вы регистрируетесь, принимаете участие в проекте, так как там есть еще другие проекты, но на новый год только анонимный Дед Мороз. Вносите свои данные, имя, фамилию, адрес, где вы проживаете и какие-нибудь интересы для подарка. После 27 ноября наши контактные данные улетели нашему анонимному Деду Морозу, но и мы в том числе получили имя, фамилию и адрес человека, которого мы будем поздравлять. К сожалению, он написал довольно-таки скромное описание о себе, всего лишь пару предложений, но это нам не помешало купить классные новогодние подарки, которые находятся в этой коробке и их я вам сейчас и покажу. Не обращайте внимание, что они находятся в коробке мустанг, так как мы не успели сбегать на почту и купить нормальную почтовую коробку. Ну ладно, хватит болтать, давайте распакуем коробку и покажем, что мы будем дарить. Итак, начнем с главной атрибутики нового года, это открытки. Так как открытка предназначена конкретному человеку, мы не будем ее распаковывать и показывать, что находится внутри. Следующая главная атрибутика нового года, это конечно же вот эти две замечательные елочные игрушки. Причем эти сани можно также как повесить на елку, так и поставить куда-нибудь красиво, чтобы они стояли. Звездочка будет прикольно смотреться на елочке или же стоят где-нибудь на окошке. Дальше идет маска для лица. Чтобы ножки не замерзли в новый год, мы положили еще носочки. Но, а так как мы отправляем нашу посылочку из Праги, обязательно нужно приложить какой-нибудь чешский атрибут. Ну и для того, чтобы знали, что новый год пришел не только в одну квартиру, но и показать всем, что у вас прекрасно новогоднее настроение, этого замечательного оленя можно повесить на дверь. Он будет отлично смотреться и радовать не только вас, но и всех окружающих. Новый год новым годом, но и обычное прекрасное настроение можно создать при помощи свечек в форме сердец. К ним, кстати, очень хорошо подходит брошка, которую можно повесить и этот котик будет радовать вас, потому что котики всегда радуют всех. А теперь пойдем к самому беспроигрышному варианту и, конечно же, сладости. Для начала это бельгийские трюфели, шикарные, вкуснющие, которые тают во рту. Мы так постарались, чтобы взять сладости с каждого кусочка Европы. Может не с каждого, но с большинства. Дальше австрийские конфеты Моцарт, конечно же классические таблероны. Потом ледяные конфеты прямо из Германии. Они просто тают во рту и очень вкусные, как будто бы сделаны просто из масла и шоколада. Специально для нового года мы взяли рождественского дедоморозовского киткэт. Теперь пойдем по чешским продуктам. Батончики каштаны. Кстати, они сделаны с добавлением настоящих запеченных каштанов. Три шоколадки от фирмы Орео. Это классическая молочная шоколадка с фундуком и две студенческие шоколадки, которые больше по размеру. Каждая из них весит по 200 грамм. Они идут вместе с орешками и немножко мармелада внутри каждой. И последняя в очереди, но не последняя по значению, это швейцарский шоколад с абсентом, который можно выпить и закусить. Это все подарки, которые мы решили подарить как анонимные Дед Морозы. Осталось только обратно собрать все это в коробку, запаковать и отнести на почту. Чем собственно и займемся. Ну вот подарок и упакован. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот мы наконец и получили нашу посылочку от анонимного Деда Мороза. Кстати, подарок, который мы отправили 20 декабря в Москву, люди получили в канун Нового года, 30 декабря. А отправитель этой же посылки заставил нас немножко понервничать, так как он до последнего момента тянул и отправил аж все 31 декабря прошлого года, прям в канун Нового года. И мы получили эту посылку аж 20 января. С момента отправления нашей посылки прошел ровно месяц, как символично. Ну что ж, давайте не будем тянуть время и раскроем ее, посмотрим, что же нам прислали. Ну что, поехали? Да! Для скрытия посылки у меня есть замечательная стенка Светлана. Ей-ей! И поручаю эту посылку и швейцарский нож. Всегда приятно смотреть, как девушка обращается с ножом. Даже если не на кухне. Как, будем потихоньку доставать или сразу все вываливать? Потихоньку доставать. Я убираю нож и буду комментировать все, что здесь будет. Для начала это финики. Идем дальше. Красный октябрь. Это трюфели. Я помню, как-то в детстве я ходил на Красную площадь и там на Красный октябрь устраивал какую-то акцию, раздавал конфеты. Но не просто раздавал, а за какие-то состязания. Я тогда как-то перетягивал канаты, еще что-то и получил, по-моему, как раз такие же примерно трюфели. Было очень прикольно. Ну, это хорошие воспоминания. Да. Я тогда еще, по-моему, в классе третьем учился. Имбирное печенье. Это любимое печенье наших мам. Да. Жаль, что их здесь нет, поэтому придется за них все отдуваться и есть. Фундук очищенный. Сушеный. 200 грамм. Да, будь что, мои белочки погрызть вечером. Шоколадки. Аленка. Символичные шоколадки для России. Все о них знают. И чехи знают о них. Еще одни орешки для белочки. Чай с брусникой. Сладостей тут довольно-таки немало, поэтому нужно и заварить чаек. Самое интересное, что же там? Рафаэлла. Одна Рафаэлка. Да, но все равно, сколько бы их не было, все равно приятно их всегда кушать. Второе самое интересное. Рафаэлла. Второе Рафаэлла. Давай дальше догадайся. Там будет третье. И сколько там так еще Рафаэлла? Ну, это все для Светы. Дальше. Конфеты красный мак. Я даже не знаю, с чем сегодня начать пить чай. Если что, после этого видео вы нас увидите такими пузунами, объевшимися конфет. И все, посылка почти пустая. Но нет. Самое интересное осталось. Вот это. И я не знаю, что это. Мне страшно. А вдруг она взорвется? Я не знаю, что это. Но там есть еще какое-то послание нам в коробке написано. Человек, к сожалению, не успел написать открытку, зато внутри коробки с посылкой оставил нам небольшое послание и поздравление. Техпроцесс изготовления свертка сложен и долг. Подойдет под пенная или сидр. С наступившим 2021 годом. Пусть каждый новый день будет лучше предыдущего. Ну что ж, спасибо за приятные поздравления, Иван. Кстати, отправителя зовут Иван. Он из Санкт-Петербурга. И вот этот вот сверток, который... Мы откроем сейчас и не будем ждать, пока нам принесут пенная или сидр. Как он нам написал, что именно из-за этого свертка он так долго провозился и отправил посылку чуть позже, чем хотел. Пахнет довольно-то прикольно. Пахнет каким-то мясом, я думаю, с приправами. Мне кажется, это... Забыл, как называется. Бастурма. Бастурма точно, вот. И неожиданно, конечно, что кусок мяса могут послать в посылке. Интересно, наверное, из-за того, что там было мясо, так долго таможня его проверяла. Они не знали забрать себе, кушать, не кушать. Вот это вот действительно интересные моменты, когда тебе в подарок приносит что-то сделанное своими руками. Если бы вы знали, какой здесь сейчас стоит запах, просто офигенно. Я такие вещи очень люблю, и Света тоже. Человек знал, что отправляют в Чехию, и под пиво это шикарно зайдет. Осталось только сбегать и взять какое-нибудь пивко. Так паприкой очень сильно пахнет, еще карри и какими-то другими специями, сейчас сразу не пойму. Спасибо, очень приятно было. Большое спасибо, очень неожиданно. И, конечно, очень приятно получать такие подарки, даже несмотря на то, что они были отправлены чуть позже, но они сделаны с душой, особенно вот этот сверток. Поэтому большое спасибо тебе, Иван, если ты смотришь, всем другим людям. Смотрите, какие подарки можно отправлять и какие подарки можно получить в этой акции. И если хотите, в следующем году, то можете тоже принять участие. Круто. Да. Спасибо. Ну все, а на этом мы заканчиваем видео, и пойдем поедать это все, что нам принесли.